Выехал я как-то утром из-за двора и обнаружил масляные капли на плитке, что, конечно же, не порадовало. Заехав на яму, я понял, что ситуация совсем не шуточная. Масло бежит из-под масляного насоса. И первое, что я подумал, что сам масляный насос где-то лопнул. Но все-таки надеялся на менее затратный ремонт в виде прокладки или сальника. Но ничего сложного. Надо лишь вывесить правую сторону, открутить и снять колесо. Также проще простого нужно открутить шкиф ремня. Но тут возникла небольшая проблема. Гайка никак не хотела сорваться. Пришлось применить немного другой метод. И в итоге он все-таки сработал. Далее потребовалось снять подушку двигателя. Это нужно для снятия защитного кожуха ремня ГРМ. После я снова все прикручиваю для надежности. Зная, что на данных двигателях не ставятся метки, предварительно я решил подстраховаться, закрепив валы хитроумным устройством, которое лежало лет 20 без дела. Но оно, конечно, не для этого предназначено. Но я его решил здесь применить. Теперь нужно расслабить ремень, чтобы снять шкив каленвала. Вот в этом районе и возникла течь. Скорее всего, там проходит канал высокодавления. Видимо, мой прогноз все-таки оправдался. И там не трещина. Сорвать надежитель ремня ГРМ я не смог. Было очень мало места. Головкой никак туда не подлезть. Пробовал ключами, но ключ срывается, грани скругляются. Решил позже с этой ситуацией разобраться и начал откручивать обводной ролик. Тут хоть места побольше. И дальше я понял свою огромную ошибку. Я перед снятием ремня не выставил метки, хотя бы на том же ремне и шкивах. Одумавшись, я отметил маркером. Но, как позднее казалось, ремень все-таки перепрыгнул. В дальнейшем это будет очень большой головной болью для меня. Далее, руками из одного места я начал снимать шкив. И отверткой отломил кромку. Ну, благо, недорогая вещь. Заменю на новую. Не так дорого это стоит. В итоге, спустя больше 20 минут, перебрав кучу различных вариантов и методов, я все-таки снял этот шкив. С сальником все в порядке. Дело точно в прокладке. Сальник сразу было бы видно, потому что бы он снизу тек. Далее, при откручивании насоса, я обнаружил два болта, резьба которых была в масле. Так что, скорее всего, точно прокладку пробило. И все, все болты открутил. Тут я уже почти обрадовался. Ну, автоваз так просто не сдается. Чтобы снять маслонасос, надо просто-напросто открутить еще и поддон двигателя. И тогда он без проблем снимется, и можно будет поменять прокладку. Открутив все болты, поддон не поддавался. А вы знаете почему? Да все просто. Чтобы снять поддон, нужно легким движением открутить коробку. И снять привода. Я открутил здесь болты. Ослабил немножко коробку. И в глубине души этого агрегата мелькали невозмутимые шляпки на 10. Благо, инженеры не совсем одурели и поставили только два болта. Послав все далеко и надолго, я решил прибегнуть к радикальным мерам. Собственноручно проделаю канавки для удлинителя с головкой, для ключа. Чтобы подобраться к этим болтам. Приходится и верхние болты коробки так же ослабить. Ведь ключ никак не хочет пролазить. Я пожертвовал головкой на 10 и со всех сторон ее обточил. Превратив ее стенки практически в фольгу. Обласкав мысленно и вслух всех инженеров и маркетологов этого замечательного автопроизводителя, у меня все же получилось открутить и вытащить эти проклятые два болта. Герметик, надо признать, у АвтоВАЗа настолько крутой, что прикручивать поддон болтами вовсе не нужно было. Из последних сил все же получилось отодрать его от блока. Но, как вы понимаете, инженер Степан Пупкин 5 сборочного цеха был не совсем обычным человеком. Он не мог позволить так просто завершить демонтаж поддона. Для этого нужно приподнять двигатель. Всего лишь самую малость. И процесс можно признать завершенным. Сейчас вы видите то, что всегда у вас остается после слива старого масла. У кого-то это, конечно же, может быть больше, у кого-то немного меньше. На данном масле я проехал не больше 200 моточасов. В километрах это примерно 3500. Масло, надо признать, хорошо потемнело. Скажу только, что был залит хороший гидрокрекинг 5W40. Сейчас сделаю стоп-кадр и задам вопрос своим постоянным зрителям. Вы знаете, как часто я меняю масла на данном автомобиле. Перед данной заменой я отъездил с интервалом в 400 км на разных маслах. И это происходило 5 раз подряд. Я сравнивал уровень шума. На канале есть видео. Кто не видел, можете потом посмотреть. Ссылка будет в описании. И, как вы знаете, до этого я менял с самого начала масла строго по 250 моточасов. Что в среднем по городу равно 5000 км. И что в итоге у нас образовалось на стенке поддона двигателя? Шлам и лаковые отложения от несвоевременных замен масел? А может дело в другом? В частности, я обращаюсь к противникам прожарки. Ведь масла в последнее время в двигателе были свежими. Такими же, как и в стаканах на моих прожарках. Некоторые из вас предлагают сравнивать отработку. Ведь именно она виновник всех загрязнений. Это, конечно, можно сделать. Но отработка отработки рознь. И трудно подобрать совершенно одинаковые отработки, чтобы они работали в одних и тех же условиях. И особого смысла, конечно же, я в этом не вижу. Давайте посмотрим на самые теплонагруженные детали двигателя. Дно поршней тоже казалось не идеально чистым. По периметру поршня и на самом дне присутствует лак. Также он замечен в маслоканалах, которые охлаждают поршень. Готов поспорить, что будь это авто на газе, ситуация не была бы лучше, а может быть и хуже. Хотя голова может быть блестеть, как новая. Я тоже судил о чистоте двигателя по головке блока, наблюдая блеск валов через маслозаливную крышку. Боюсь представить, что бы я увидел на двигателе с городским интервалом замены в 15 тысяч километров. Также отмечу, что общий пробег данного автомобиля всего лишь 70 тысяч километров. Так что мое мнение неизменно. Повторюсь еще раз, прожарка не имитирует полноценную работу двигателя, но показывает реальную разницу между маслами и по результатам прожарки можно судить о тех отложениях, которые могут образоваться на деталях двигателя. Кто со мной не согласен, то прошу выразить свое мнение в комментариях. Будем все это обсуждать. А я тем временем откручиваю маслоприемник и снимаю виновник от торжества. Сразу видно, что порвало прокладку в районе канала высокого давления, как я и предполагал ранее. Ну спасибо, хоть это случилось не по трассе где-нибудь в глуши. Этот день завершился маленькой победой. С утра я быстро съездил в магазин и закупился на целых тысяча рублей. Купил герметик, карп для чистки и обезжиривания, шестерню, которую сломал и прокладку на насос. Боюсь представить, сколько я бы отдал на сервисе за данную процедуру замены. Напишите, если примерно знаете, будет очень интересно. Отодрав весь старый герметик, я перехожу к распаковке прокладки. К сожалению, отдельно она не продавалась, шел весь комплект целиком. Видимо, он реально пригодится с таким автомобилем. Ну, благо, все хорошо сходится по размерам. Для надежности решил немного тонким слоем нанести герметик для плотности прилегания. Само собой, все поверхности были обезжирены. Лаковый налет не оттирается простой тряпкой. Видимо, температура обратки масла не такая и низкая. Было бы тут 130 градусов в постоянку, то такого бы лака и в помине бы не было. Здесь даже видно четкая полоса вот этого течения масляного. Так что моя позиция неизменна по этому поводу. А всем, кто в этом сомневается, советую изучать не только информацию в интернете, а почаще прибегать к практике, а именно к разбору двигателя, где все прекрасно видно. Сейчас я расскажу, как я решил проблему с валами, которые разбежались у меня при снятии ремня. По идее, для точной регулировки нужно снять клапанную крышку. Но, как вы понимаете, инженеры там с фантазией работают, и для этого нужно разобрать половину верхней части двигателя. Так как лень двигатель прогресса, я решил попробовать немного другой метод. На голове есть два маленьких окошка, они немного скрыты, но до них легко, в принципе, добраться. В них установлены резиновые заглушки. Но к валу с фазовращателем смысла нет подбираться, потому что все можно посмотреть, открутив масляную крышку. Кулачок вала должен находиться практически вертикально, немного отклонившись к сторону лобового стекла. Тем самым клапана четвертого цилиндра полностью закрыты. Убрав заглушку с выпускного вала, я обнаружил источник моих неудач. Вот эта линия должна быть четко вертикальная, но об этом я узнал спустя целый день учений. Также не забываем, что поршни должны быть выставлены в верхней мертвой точке. В завершение в сотый раз натягиваю ролик, благо приподнятый двигатель открыл доступ к нему. Но он тоже не из простых. Без спецключа его никак не натянуть. И также заметил, что при горячем двигателе, когда ролик нагревается, его практически невозможно натянуть. Приходилось его мочить холодной водой, и тогда он корректно настраивался. Также я изобрел, но еще не запатентовал фиксатор валов, который надо было применить немного раньше. Но на своих ошибках мы учимся, так что продолжаем. Все, вроде настроил. Упробуем запуститься. Продолжение следует... Продолжение следует... Смотрите... Неужели это произошло? Не так. Вырубаем. Выпускной вал сместил еще на один зуб, а этот так и оставил. Вроде сейчас все совместилось. Еще раз попытка номер 49. Вентилятор почему-то включается. Вроде нормально, но я пока не радуюсь. Хотя радость уже приходит. Похоже все. Радость окончательно пришла. Еще раз проверяем. Выключаю все полностью. Еще раз завожу. Аллилуйя. Наконец-то. Спустя два с половиной дня наконец-то все завершилось. Все обороты ровненькие. Все нормально. Ошибки удалил в тот раз. Больше никаких ошибок нет. Проверяю расположение впускного вала и выпускного. Все мои метки сходятся. Более подробно я еще раз это расскажу в коротком видео на втором моем канале. Если у кого такой же мотор, считаю это будет очень полезным решением подобных проблем. Натяжной ролик генератора и кондиционера в неплохом состоянии. У меня есть новый, но я не буду его ставить. Этот еще послужит. Тут нужна звездочка для правильной натяжки. Так что без инструмента самостоятельно лучше не начинать таких дел. Потому что здесь одни звездочки. Всякие шестигранники применять нужно. Не только обычные головки и рожковые ключи. Но ремонтируя свое авто самостоятельно вы больше получаете опыта. Который может пригодиться в непредвиденных ситуациях в будущем. Ну это конечно же всего лишь мое мнение. Наконец третий день подошел к концу. И мои мучения с этим чудом инженерной мысли. Буду рад в комментариях обсудить современные тенденции в машиностроении. Ведь знаю точно. Автоваз не один этим грешит. Быть может у меня не все так плохо еще. Благодарим вам за ваше время. И надеюсь что данное видео будет кому то полезным. Ну и как всегда. Попрошу вас подписаться на канал. Если вы этого еще не сделали. И поставить оценку данному выпуску. Всем спасибо друзья. И до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok